МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президентом Региональной Федерации Тэквондо Евгением Ключниковым. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Здравствуйте. Евгений Юрьевич, вот говорят, новое – это хорошо забытый старый. Вы наверняка помните, как в школе школьникам выполняли нормативы ГТО. Как это было? Да, действительно, это была огромная программа, государственная программа. И все, кто были учащиеся в школах, техниках, институтах, все сдавали этот значок ГТО. Но сейчас это возрождается. Его очень активно возрождается. Я думаю, это очень хороший проект для России. Его нужно популяризировать. Я знаю, что Ульяновская область – одна из лидеров в возрождении этого проекта. Ну а мы, с своей стороны, как Федерация Тэквондо, мы входим еще в Федерацию единоборств Ульяновской области и входим в Олимпийский совет. Мы активно поддерживаем этот проект и участвуем во всех мероприятиях, проводимых с этой целью. Много ли тэквондистов значки имеют? Да, это мотивирует, во-первых, спортсменов при поступлении в ВУЗ. Это очень большой подспорь при поступлении. И многие тэквондисты, да и тренеры, и другие сотрудники, они имеют и золотые значки. Ну что ж, а мы давайте посмотрим, как в Ульяновске прошел фестиваль ГТО среди выпускников школ. Подтянуться, отжаться, пробежать и прыгнуть в длину. Ульяновский лихоатлетический манеж «Спартак» снова главная точка на региональной карте физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Здесь принимают областной фестиваль школьников-выпускников, для которых лозунг «Готов к труду и обороне» – не пустой звук. Семен Оскарев из Сурского, например, мечтает выполнить нормативы на золотой знак «Отличие», который дает преференцию при поступлении в ВУЗ. Я мечтаю поступить в МГУ имени Огарева в Саранский государственный университет на стоматолога. Этот ВУЗ гарантирует плюс 5 баллов за золотой значок ГТО, который я хочу получить. Более 300 юношей и девушек выходят на беговые дорожки в сектора для прыжков и штурмуют гимнастическую перекладину. За правильной техникой выполнения упражнений следят профессиональные тренеры. Пандемия и последовавшая дистанционка, конечно, помешали сохранить высокий уровень физической подготовленности, констатируют специалисты, но при этом добавляют – в старание детям не откажешь. В общем, достаточно благоприятное впечатление производит нынешняя молодежь, потому что у ребят я на подтягивании был, достаточно серьезно подтягиваются, понимают, что они делают, знают, как это делать, и такое впечатление, что они даже с каким-то таким удовольствием и делают. То есть ребята, в общем-то, подготовленные. Провести хорошую разминку, а затем выложиться в забеге на полную катушку и установить личный рекорд в упражнении на гибкость. Для большинства участников фестиваля это не что иное, как возможность преодолеть собственную лень, доказать себе и окружающим, что дух победителя живет в каждом. Баллы мне, в принципе, не нужны. Я просто хочу получить золотой значок, чтобы он у меня был. Он у меня второй, кстати, уже будет в мою копилочку. Я считаю, что здесь выполнят большая часть выпускников на знаке отличий, потому что здесь собрались сильнейшие выпускники, ученики всех муниципальных образований Ульяновской области. Два дня продлился фестиваль ГТО для ульяновских школьников-выпускников. Многие из них достигли поставленных задач и вернулись за парты. Главный урок физкультуры для них завершен. Теперь время готовиться к экзаменам по другим предметам. Евгений Юрьевич, февраль и март ознаменовались тем, что в Ульяновске прошло сразу несколько соревнований по различным видам единоборств, перенств ПФО. Как Вы думаете, почему именно единоборства так популярны в нашем Ульяновске? Во-первых, больше 50% видов спорта единоборств. Это базовый вид спорта, в том числе и тэквондо, если говорить про него. И я хочу сказать, что из-за этого и очень мощные организации у нас в области, поэтому они берут на себя проведение, необходимы новые путевки для участия в финале первенств или чемпионатов. Это дополнительный стимул еще и для федерации, и для области в целом. Вот кудо, дзюдо, тэквондо, сплошные до. А как Вы отличаете одно до от другое? Ну, до – это путь, путь к совершенству. И это были раньше азиатские виды спорта, сейчас они международные олимпийские виды спорта. И за ними будущее, я думаю. Ну что ж, а наш путь лежит в ФОК «Новое поколение», где недавно прошли соревнования по дзюдо. Популярность ульяновского турнира Кубок Симбирска, посвященного памяти героя России Дмитрия Разумовского, просто зашкаливает. В этот раз в наш регион приехало более 600 дзюдоистов. Причем показать свою силу и ловкость богатырскую решили борцы не только с Приволжи, но и из Москвы, Челябинска и даже из Якутии. Ребят привлекает интересная формула турнира. В течение года четыре этапа. На каждом дзюдоист получает зачетные очки, а в итоге – хороший приз. А еще сюрпризы от организаторов на каждом этапе. Медали классные, да. Впервые. Каждый раз они разные. То есть какая-то изюминка в медалях присутствует. Медаль повторяет точную копию памятника Дмитрию Разумовскому. Воин, спасающий ребенка. А еще на медали три звездочки. Три ранения, которые получил Дмитрий Разумовский, спасая детей во время теракта 3 сентября 2004 года. На памятнике таких звезды две. Организаторам Кубка Симбирска удалось восстановить справедливость. Если мы им не расскажем о подвиге героя, кто им еще расскажет? Потому что слово «патриотизм» – это не пустое слово. И если мы будем готовить таких пацанов, как Дмитрий Разумовский, я думаю, наша Родина только выиграет от этого. Одним из героев турнира можно назвать Матвея Зновина. Воспитанник «Дюж-6» в предыдущие годы выигрывал этапы Кубка Симбирска. Но в этот раз проиграл в первой схватке. Расстроился, но рук не опустил. Одержал затем три победы и стал призером турнира. Матвей мечтает об олимпийском пьедестале и четко знает, зачем пришел в дзюдо. Помогает спорт тем, что я могу постоять для себя. Ну и помогаю здоровью. Другим героем турнира стала тренер марийской команды Лариса Лылова. В начале 2000-х Лариса, тогда она носила фамилию Черепанова, тренировалась и выступала за Ульяновск. Спустя 15 лет она была рада снова посетить наш город с двухмесячной дочкой Дашей. Это мой четвертый ребенок. Двое из них уже одели кимоно. И мы все растем в спортзале. Вот Дашеньке сегодня ровно два месяца. И это у нее уже вторые соревнования. Она спокойная у меня, так же, как и вторая дочка. И поэтому я с ней не побоялась поехать в такие большие расстояния. Знала, что она не подведет. Но спортсменка это уже в крови. Одна из учениц Лыловой стала победительницей ульяновского турнира. Это единственное золото марийцев на первом этапе Кубка Симбирска. В копилке же сборной Ульяновской области чемпионов гораздо больше. Победами на родных татами отметились Арамис Басыров, Иван Нефедов, Андрей Антонов, Азалия Нургалиева, Ярослав Ликанин, Умар Рустамов, Валерия Щукина, Азалия Садардинова. Соревновательная пауза у ребят будет недолгой. В конце мая в Ульяновске пройдет второй этап детской лиги дзюдо Кубок Симбирска. Евгений Юрьевич, недавно Ульяновск приняло первенство ПФО по Тэквондо. Крайний раз мы принимали такие соревнования в 2020-м, до пандемии. И вот сейчас, через два года. За это время Тэквондо как-то изменилось? Ну, думаю, что оно не изменилось. Изменяется правило соревнований. Оно постоянно двигается вперед. И вот Привозовский федеральный округ, который мы провели по молодежи, он показал. Я хочу отметить сборную команды Ульяновского, 16 человек выступало. И мы общекомандный третий из девяти субъектов заняли. Это говорит о чем-то. Мы получили четыре дополнительных путевки на финал первенства России. На недавней Олимпиаде дебютировала карате. Если каратистам все-таки удастся закрепиться на Олимпийской площадке, не станут они вам конкурентами? Ну, я думаю, Тэквондо не станет. Они конкурентами. Восьмой раз будем в 28-м году в Америке и Лос-Анджелесе выступать в программе уже о Олимпийской играх. А то, что касается карате, несколько слов могу вам сказать. Согласно Харте Международного Олимпийского комитета, страна, проводящая Олимпийские игры, имеет право заявить любой вид спорта, даже если он не входил раньше в программу Олимпийской игры. И карате на дне Олимпийской игры, которые стоят в Японии, они заявили карате. В 24-м году и в 28-м году карате пока не в программе Олимпийской игры. Но мы все-таки посетим соревнования по Тэквондо и побываем на первенстве Приволжского федерального округа. В Ульяновске на первенстве Приволжского федерального округа под Тэквондо разыграли путевки на молодежный чемпионат страны. Заветные пропуска получали только победители. Это отборочный турнир по всему региону. Все регионы Поволжья представлены здесь. Это самые сильные бойцы от областей. И поэтому очень достаточно серьезные бои. Настолько серьезные, что с накалом не справилась даже пятикратная победительница первенства ПФО, чемпионка страны Ленара Муслимова. Ученица Александра Куркина уступила сопернице Самары, которую раньше побеждала. Я три месяца не тренировалась. У меня была травма колена. И сразу соревнование вышло. Но тяжело, конечно. Из-за травмы ноги, полученной уже по ходу турнира, не добрался до финала и ульяновский талант Андрей Загорулько. У него бронза. Всего в копилке сборной Ульяновской области пять бронзовых медалей, одна серебряная и три золотые. Прямые путевки на молодежное первенство России получили Оксана Козлова, Матвей Шулин и Артем Мытарев. 18-летний Мытарев в прошлом году брал бронзу первенства страны. На Европе он тоже стал третьим. Завоевал бронзовую медаль. Проиграл чемпиону в таком достаточно равном бою. Я не знаю, насколько считают его остальные. Я-то считаю, конечно, перспективным. Артем Мытарев провел на ульяновском додянке три боя и во всех был на голову сильнее соперников. Причем все они представляли республику Татарстан, чей президент федерации оказался среди почетных гостей турнира. Нисколько даже не сомневаюсь, Ульяновская область, он очень организованно и тепло встречает все регионы. Опыт очень большой. Мы здесь не впервые проводим. Проводили раньше российские уровни, но всякие уровни соревнований. Губернатор, правительство, Минспорт очень хорошо помогает в этом плане. Нам приятно даже сюда приезжать. Сборная Татарстана, кстати, заняла второе общекомандное место на одну ступеньку, превзойдя хозяев, которые уже разрабатывают планы на молодежное первенство страны, запланированное на середину апреля в Нальчике. Евгений Юрьевич, что-то мы все о спорте, о спорте. А как досуг сами лично проводите? Ну, досуг в основном не уже в спорте, в тейквондо. К сожалению, уже возраст говорит о том, что нужно как-то поддерживать свое здоровье. В основном у меня тренажерный зал, бассейн, но летом я с удовольствием играю в мини-футбол. Вот как бы тремя такими направлениями я занимаюсь. Ну что ж, давайте мы тоже окунемся в мини-футбольный мир и посмотрим, как в Ульяновске ветераны разыграли Кубок города. Финал Кубка Ульяновска по мини-футболу среди ветеранов 50 лет и старше собрал в фоке-хаворит внушительную зрительскую аудиторию. В этом финале Кубка сошлись лучшие из лучших. Ульяновск – команда составлена на базе футбольного клуба «Волга» во главе с вице-президентом клуба Дмитрием Власенко и Симбирск – неоднократный чемпион города, победитель и призер всероссийских и международных турниров. Знаете, такая избитая есть фраза, она говорится, как «болею за красивый футбол». А есть на что посмотреть, хорошие голы, очень интересные люди. Футбол получился и красивым, и качественным. Симбирск усилиями Игоря Мишина и Летифа Керимханова первым совершил две пробоины в ульяновском корабле. Игровое территориальное преимущество Симбирска не вызывало никакого сомнения. Но желтые духом не падали. Я в команду верил, я понимал, что ребята боевитые и готовы биться до конца. Поэтому я не сомневался, что мы интригу продолжим. Так оно и получилось. В последние две минуты первого тайма Ульяновск забил два хороших гола. Владимир Денисов хорошо подкорректировал мяч после штрафного. А затем Дмитрий Яланцев снял паутину в верхнем углу ворот Валерия Кудюрова. Второй тайм пришлось начинать с чистого листа. Команды принялись играть в догонялки. Симбирск забивал, Ульяновск счет сравнивал. Развязка наступила в самой концовке. Лидер атак Симбирска Игорь Мишин сделал счет 4-3, а Константин Марушкин 5-3. Выпустив в вратарь огонял, Ульяновск снова забил свой гол. Но было слишком поздно, шли последние секунды матча. Не исключено, что Ульяновску в этом финале не хватило Рината Аитова и Альберта Сергеева, которые сейчас находятся за пределами региона. Нам не хватило жесткости в защите, а не Альберта Аитова. Потому что мы играли очень неплохо в нападении. Я думаю, что проиграли сами. Лучшими игроками финала признали Владимира Денисова и Игоря Мишина. Играющий коуч-горожан раскрыл секрет успеха своего коллектива. У нас отличный коллектив. Очень долго мы вместе играем, дорожим отношениями. И секрет заключается в том, что мы все вместе долгие годы. В субботу, 19 марта, болельщиков ждет вторая серия дойлей Ульяновск-Симбирск. Все дело в том, что в завершившемся чемпионате города обе команды набрали одинаковое количество очков. И теперь золотой матч. На этом время наша программа подошла к концу. С нами сегодня в гостях был реальный президент Федерации Тэквондо Ульяновской области Евгений Ключников. Ну а с вами был Реальный спорт Ульяновск. Встретимся через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова